В большинстве репортных учений сами образы не так важны. Как и состояние. Важно сознание или присутствие. Это же самое существенное. Тогда для нас намного важнее не антология, а гносиология. То есть как мы познаем. Вот это важно. Везде самый существенный вопрос, как мы познаем или кто познает, а не что мы познаем. Что такое коллективное бессознательное? Что такое архетипы? Как они работают? Можем ли мы сказать, что архетипы — это современное название для того, что в древних культурах называлось богами? Что такое глубинные слои нашей психики? И почему мы так или иначе движемся к росту сознания? Где происходит стык Востока и Запада? И как для всего этого мы можем использовать открытие Юнга? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Наосферы». Добро пожаловать! Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Наосфера». Сегодня будем говорить про наследие Юнга, будем говорить про юнгианство. Станислав, добро пожаловать! Спасибо, очень рад. Если можно, буквально в двух словах расскажите, чем вы занимаетесь, просто чтобы у нас зрители были в курсе. С чего бы начать? Давайте просто, в основном, я позиционирую себя как психолог, психолог в целом. И мне как это важна психологическая идентичность. Но время мое делится примерно пополам между преподаванием, собственно, глубинной психологии, а дальше мы, наверное, поговорим про то, что такое глубинная психология, как она связана с трансперсональной психологией и вообще с психологией. И вот, соответственно, половину времени я преподаю глубинную психологию, а половину времени работаю с клиентами, потому что как психолог, как психотерапевт я в свое время закончил в факультете психологии МГУ, кафедру клинической психологии, потом аспирантуру. Но параллельно я получал все время образование психотерапевтическое, и в какой-то момент оно стало юнгианским образованием. Ну и есть Международная ассоциация аналитической психологии, где, соответственно, ученики юнга и последователи уже учеников, они объединены в некоторую ассоциацию, ну как все, наверное, психологические, психотерапевтические ассоциации. Она так называется Международная ассоциация аналитической психологии. Юнг сейчас формулировал по-разному, какой психологией он занимается, но в том числе одна из формулировок аналитической психологии. И поэтому ассоциация называется аналитической психологией. Ну и в ней довольно долгое образование. когда я приехал в свое время учиться в Институт Юнга в Цюрихе, то я ощущал-то себя там самым молодым. Хотя мне в тот момент было не то, что я был совсем мальчик, мне казалось, что я очень уже взрослый, мне там 33 или 34 года было. И вот я ходил, а вокруг меня люди, ну, серьезно меня старше. Потому что юнгенская психология – это психология второй половины жизни. Хотя у нас довольно много юных студентов, но, может, они в прошлых жизнях там уже как-то набрали опыт. А так, это, конечно, психология второй половины жизни. И в какой-то момент я подошел к моим преподавателям и сказал, ну, вот я же такой умный парень, я уже тут PhD у меня, я столько книжек юнгианских прочитал, и, может, мне как-то можно побыстрее мое образование засчитать. Они говорят, да мы понимаем, ну, понимаете, душа, она медленно формируется. Тогда я не понимал этих слов. Думаю, ну, как же так, ну, давайте что там тянуть, давайте быстрее. Ну, все равно мое образование где-то заняло, наверное, лет пять, и это очень быстро. А вот душа, наверное, только сейчас сформировалась именно так, как надо. То есть сейчас я очень хорошо понимаю их слова, и своим студентам прямо все то же самое говорю. Так что занимаюсь вот в узком смысле юнгианской психологией, но мне очень нравится понятие интегральная психология, психотерапия. Мои духовные учителя и мои академические учителя, они все всегда выступали за интеграцию, интеграцию всего. Может быть, потому что вторая моя функция – это интуиция, так же, как у юнга, и так же, как у юнга логика. Естественно, что я экстраверт, а не интроверт. Но все равно интуитам очень свойственно все объединять. Нам интересно целое, общее и малоинтересные частности. Вот это слабое место у интуитов, это частности. Поэтому мы все равно с вами будем все время говорить про общее. И если мы совсем не улетим в космос, то будет хорошо. А может быть, хорошо, если улетим. Да-да, я за полеты. Давайте тогда подхвачу вот эту фразу про «душа развивается медленно». А что такое душа? Как бы вы определили? Очень хороший вопрос. Психология – это наука о душе. Мы так и должны перевести. Ну, и некоторые даже так переводят. Поклонники такого русского стиля говорят про душеведение, что-то в этом духе. Но само по себе, мне кажется, греческая традиция – это хорошо. Все равно от греков европейская культура танцует. Хотя, конечно, вся самая интересная психология на Востоке, и не в Греции, начинается. И намного интереснее надо говорить про психологию Индии. Потому что буддизм – это, по сути, и есть психология. И, собственно, самое интересное там и происходит. И происходит самое интересное как раз в персональном поле, когда мы выходим за планы эго и вообще планы каких-то узких формулировок. Но, тем не менее, да, мы можем говорить о том, что мы ощущаем эту душу. На уровне некоторого субъективного феномена мы все чувствуем, что душа у нас есть. И вот мы можем говорить о несогласии с душой, или о том, что душа с нами не согласна. Вот есть вроде моё обычное поведение, а душе чего-то хочется, да, зов души. И, возможно, сейчас, да, ну, уже своего опыта разного самого, я бы говорил о том, что, возможно, душа – это как раз то, что переходит из жизни в жизнь, да, и некоторое ядро, некоторый центр, да, вот, и знания в нём накапливаются, да, и почему она формируется долго, теперь непонятно, да, ну, потому что чем больше различных испытаний было в жизни, психологических испытаний, да, в большей части всего мы переживаем через нашу психику, то есть это почти всё психологические испытания, чем больше этих испытаний было, тем наша душа в каком-то смысле тоньше, глубже, интереснее. Вот, и вчера, например, я разговаривал с моим пациентом и говорил про то, что его попытка всё время думать – это попытка контролировать мир и избегать как раз жизни души. Включение в жизнь, да, подразумевает то, что душа живёт, отзывается. Ещё одна тема, связанная с душой, это тема образов, да, такой Джеймс Хиллман, один из последователей Юнга, говорил про то, что молекулой психики или молекулой души является образ, у него душа образна, да, и вот действительно, когда мы оказываемся в глубоких состояниях сознания, то, конечно, мы видим образы, переживаем образы, ощущаем образы, да, слова – это не мысли, да, это, скорее, образы, да. И вот, когда мы говорим о душе, мы всегда говорим об образах. А Юнг придумал метод, который с этим связан, да, метод активного воображения. То есть, да, это контакт с образами внутренними, да, вот когда мы входим в этот глубокий контакт, происходит самое важное. Ну, тут уже можно и красные книги перейти, про которые вы хотели поговорить. Сейчас мы дойдём до красной книги, нам надо фундамент некий. А вот когда вы используете термин «образ», вы говорите про некое визуальное представление, условно, про некую картинку, или это какая-то большая синестезия, где есть там и звук, и цвет, и смысл? Да, да, я думаю, что именно про синестезию, конечно, да. Образ как что-то и слышимое, и видимое, и ощущаемое, да, всё вместе, да, но немыслимое, да, недискретное, да, уже названное некоторым словом, да. Потому что как раз Хиллман и боролся со словами за силием интерпретации в психологии, особенно в аналитических походах, в психоанализе, в ингианской психологии, да, когда мы любим всё очень назвать, там, да, аниме, да, и вот он говорил, если вам снится женщина в красном, допустим, с тёмными волосами, то это именно она и снится, да, она снится. Вам не аниме снится, не мама, не никто, да, вам снится именно эта женщина, именно этот образ очень значимый, поэтому давайте заменим термин интерпретация и вообще способ работы со снами с интерпретацией на анимацию, да, будем привносить вот этот живой поток образов, живой поток души в нашу жизнь, который и так слишком много слов. Хотя мы сегодня с вами вынуждены будем разговаривать, без слов не обойдёмся, но вот стараться нам надо быть ближе к образу. Наверное, один из самых известных терминов Юнга это термин коллективное бессознательное. Причём, насколько я знаю, он там в конце жизни его как-то даже заменил, вот, но тем не менее, да, что это вообще такое, да, что мы понимаем под коллективным бессознательным? Тоже все термины Юнг говорил, что вообще термины опасны. У него было такое выражение, что, например, когда мы что-то жёстко определяем, то мы очень много теряем. Он говорил, что если математика заходит в дверь, то душа убегает через форточку. Имея в виду любовь к академической психологии, всё считать, всё перевести на язык цифр. Язык цифр, это, конечно, язык магии, да, интересный язык, но вот в каком-то смысле душа убегает от него. Конечно, да, жёсткие термины Юнг не даёт. И в одном месте, например, такой-то сложный термин, как персона. В одном месте он говорит про то, что персона – это маска, вот имидж фактически. Мы с вами сейчас предали себе некоторую персону, постриглись, побрились, оделись соответствующие. У нас какие-то аксессуары. Это вроде персона, такой маскарад для общества. А с другой стороны, периодически он говорит о персоне, как о личности, о всей личности, о том, что мы считаем личностью. Это тоже персона, потому что он считает вот эту персона осколком коллективного бессознательного. И вся её индивидуальность состоит в том, что это случайный набор вот этих коллективных стереотипов, которые мы все набрали. Вот такое очень расширенное понятие – персоны. А коллективное бессознательное использует термин, противоставляя его личному бессознательному Фрейду. То есть, если исторически мы посмотрим, то Юнг отталкивается от идеи Фрейда, который говорил, что мы всё ищем лично бессознательно. Оно у нас вытеснено и определяет нашу жизнь сейчас. То есть, то, как мы с вами сейчас разговариваем, грубо говоря, определила наша детская история, прежде всего, фазы психосексуального развития, как считал Фрейд. Более поздние психоаналитики стали считать, что раннее детство, младенчество – сейчас очень популярная теория привязанности. Но это всё личное, бессознательное, которое разворачивается от нашего рождения. Скажем, Станислав Грольф, которого, наверное, тоже мы сегодня не обойдём вниманием, потому что я считаю, что недавно делал вебинар про четыре кита глубинной интегральной психологии. И вот у меня был Юнг, собственно, как можно сказать, главный кит, и вот три кита, плывущих за ним. И до сих пор это наши современники, они все живы. Это, конечно, Станислав Гроф, это, конечно, Кен Уилбер и Арни Минбл. Вот три такие очень яркие фигуры, и вот на них, мне кажется, держится современная интегральная трансперсональная психология, которая в ядре своём вся юнгианская, конечно, подобралась. Так вот, Станислав Гроф сказал, да нет, ну подождите, почему у нас наша персональная бессознательность начинается с нашего рождения? А давайте посмотрим на то, что происходит в внутриутробном периоде. Я вел вот свои четыре матрицы, да, хорошо известные, пренатальные матрицы, то, что происходит в внутриутробном периоде. А что, если мы дальше пойдём, говорил Юнг, в нашей регрессии, да, он говорил, регрессия, Юнг, Фрейд придумал термин регрессия, когда мы погружаемся в глубину нашего детства, используя гипнотические техники трансов, используя изменённое состояние сознания, разными путями добиваясь, мы идём в глубину. Даже просто метод свободных ассоциаций нас тоже ведёт в регрессию. И вот мы идём в регрессию, идём в глубину, и что мы там найдём? Вот Юнг говорил, не останавливайтесь, не останавливайтесь на том, что вы в личном найдёте. Мы идём дальше, и вот мы находим там предвечного младенца, который лежит вообще в основе человеческой цивилизации. Мы туда можем с вами зайти, в точку большого взрыва, где вообще начинается сознание всё. И в этом смысле, да, вот там в каждом из нас, говорил Юнг, живёт миллион летний человек. Каждый содержит из нас мудрость всех, наших предков. Причём предков, естественно, да, Юнг имел в виду не только человеческих предков, да, всех предков, да, всех животных, мстительного мира, да, всего сознания, да, вот как оно есть. Поэтому, честно говоря, мне не очень нравится термин коллективное бессознательное, оно только бессознательное с точки зрения того, что я пока его не знаю. Мне намного больше нравится термин коллективное сознание. Общее сознание, интегральное сознание, да. А вот обычно у человека просто сознание очень сложено, да, и он фиксирован на индивидуальном своём сознании, на своей индивидуальной истории, на этом личном сознании. И про него-то он не помнит больше, чаще всего, но конкретные ситуации сейчас фиксированы. И вот даже то, что делают психоаналитики, отправляя его в его персональное прошлое, всё равно они немножко его сознание расширяют. Но очень слабо, да. А нам надо намного шире видеть всё это. Поэтому бессознательный термин удобен с точки зрения того, что мы этого не знаем. Чем больше мы расширяем своё сознание, тем, с одной стороны, да, мы убеждаемся, насколько мало мы до этого знали, да, а во-вторых, да, ну, как говорится, чем больше я знаю, тем больше понимаю, как я мало знаю, да. То есть вот эта зона совершенно безгранична, да, сейчас туда входит, скажем так. Плохо, понимая, как вокруг меня-то что-то устроено, да, своих близких не понимаю, а уж как устроена планета, как её сознание устроено, да, какой разум им управляет, да, все экологии сложнейшие, да, мне очень сложно себя вместить. А что говорить о космическом разуме, да, вот, и дальше, да. Но по мере того, как это расширяется, ты понимаешь, что за этим беспредельное, да, сознание, сознание и сознание. Для современного человека довольно часто проще понимать всё через некую аналогию с компьютером, и вот тогда можем ли мы сказать, что вот как бы отдельный человек, да, это, ну, условно, там, какой-то гаджет, а коллективно-бессознательно это вот тот самый интернет, к которому он подключен, и из этого интернета в нас что-то подгружается, мы туда что-то выгружаем. Вот насколько такая аналогия приемлема? Конечно, конечно. Очень приемлемо, да, удачно, да, и хорошо, что мы такую возможность теперь видим, да, но даже, ведь нам правильно говорить здесь, может быть, не о человеке, а о мозге, да. Вот мозг наш, да, он и является тем самым, ну, грубо говоря, железом, только биологическим железом, невероятно сложно устроенным, да, намного сложнее, чем любой гаджет, да, но всё равно даже этот мозг, он и говорят, что там количество нейронов в мозге, оно там равно количеству там звёзд, ну, утрировано, но тем не менее, потому что мы совершенно не знаем, сколько звёзд во всей Вселенной, ну, по крайней мере, больше, чем в галактике звёзд. Вот, и очень много, да, связей нейронных, да, мозг – невероятно сложная система, но, конечно, это всего лишь носитель, да, носитель, индивидуальный носитель некоторой информации. Когда он умирает, да, скорее всего, да, адресуясь к названию вообще цикла ваших передач, да, всё это переходит в ноосферу, да, и вот то, чем человек на самом деле является, да, поэтому я бы не сужал человека, да, к гаджетам. А вот мозг, да, наверное, корректно вполне сузить, хотя это тоже невероятно сложный гаджет, который пока учёный не разработал. Но аналог, в общем, понятный, да. И вот всё это коллективное сознание, да, это и есть на самом деле я настоящий, да, а та ограниченная эго-система, в которой я привык себя сжимать, да, а почему я сжимаю? Это, наверное, на свой разговор, вот. Ну, вот я привык себя сжимать, так пока скажем, да, и считать себя определённой личностью, с определённой персоной той самой юнгской, да, то есть маской, которую я одеваю, для того, чтобы общество меня принимало. Вот. Это, конечно, просто суженное сознание, и оно даже кусочек, маленький программ моего мозга. Так. Иногда там случаются прорывы, когда я выхожу, и, например, свой мозг использую значимо больше. Ну, эти факты знаем, что детский мозг, он намного сложнее в каком-то смысле, он адаптирован к значимо более сложным системам, да, но дальше, да, как раз человек сужает его по очень небольшому функционалу, вот, и мы подкрепляем всю жизнь, или многие люди подкрепляют всю жизнь этот функционал, чтобы не выйти за эти рамки узкого сознания. Правильно ли я слышу, что человек настоящий – это и есть вот то самое, ну, не знаю, поле сознания, сфера сознания? Ну, самая, ну, сфера, да, про которую вы говорили. Но в конкретную персону, в конкретного человека, в конкретный мозг, оно как бы вот собрано, да, и там какой-то маленький такой фрагмент, который мы себя как бы считаем. Ну, да, да. Кто это все собрал, сложный вопрос. Зачем, да, это не самых увлекательных философских вопросов. Но в каком-то смысле, да, мы можем так сочувствовать, да. Ну, во-первых, что чаще всего я ощущаю себя то, как я себя ощущаю, вот этот привычный набор или матрица, давайте его назовем, в которой я живу, да, матрица моего ума, она очень маленькая по отношению даже к тем возможностям мозга, которые у меня есть, но она и еще меньше по отношению к сознанию, которое, собственно, весь этот мозг в какой-то момент собралось, конструировало, да, которое создало генетический код, на котором записаны все биологические системы. Вот как один из кодов программирования, который нам теперь известен, языков не поймем. Другой термин, тоже от Юнга, тоже знаменитый, да, термин архетипы. Если там заглянуть в определение, то там несколько слов, причем, ну, мягко скажем так, не самых жестких, да. Вот все-таки, да, что такое архетип? Опять, да, неблагодатное дело, давайте, определение генетической психологии, да, мы могли говорить, что архетип это, ну, какие-то базовые структуры психики, одинаковые для всех людей. Вот здесь важно подчеркнуть, что для человечества точно одинаковые. Возможно, они одинаковые не только для человечества, а и для других биологических видов, а может и небиологических видов, такие же универсальные. Ну, вот, например, конечно, сам по себе генетический код это архетип, да, на котором написаны все биологические системы. Большие какие-то блоки могут быть общими для всего сознания, про которое мы говорим, общие, да. Очень важно, что они общие для всех, потому что часто говорят, а давайте поговорим про русские архетипы, американские архетипы. Вот это уже глупость, да, потому что они общие именно для всего человечества, да, именно была идея, да, что знания какие-то очень значимые, да, они уже в нас заложены в рождении, да, и мы этот архетип как-то вбираем в себя, да, может быть, из той же ноосферы мы его можем вбирать в течение жизни, но мы его вбираем, и он нам не должен передаваться как, ну, обмен знаниями классические, которые мы знаем. Ну, да, мы можем сказать, вот там какие-нибудь интересные для нас культуры Латинской Америки, да, несколько недель назад из Мексики вернулся, и, конечно, тебя поражают все эти герамиды, многое другое, что ты можешь встретить в Центральной Америке, в Южной Америке, в Перу тоже, и что они пришли туда как-то, да, через Берингов пролив, вот вся культура перешла, да, и знания перетекли, ну, скажем, образ оленя, да, который во многих шаманских культах Северной, Центральной, и даже Южной Америки присутствует, да, как такой олень, который приходит к себе и что-то очень важное рассказывает, вот, что он, понятно, мог перейти с кочевыми народами, которые там этих оленей пасли у нас в Якуции, да, ну, предками, как якутия, так говорят, да, вот он все туда перешел, и мы понимаем, этот олень туда перешел, вот, и он везде, да, там будет тогда присутствовать, да, и он будет таким архетипом, вот, но, именно как проводником каких-то знаний важных, но и другие вещи, да, возможно, да, они абсолютно универсальные и перешли туда не просто потому, что какая-то традиция передавалась от человека к человеку, а потому, что вот человек видел одинаковые образы везде, то есть неважно, где он находился, в какой культуре он развивался, он видел то же самое, и вот это и есть архетип, когда он универсальный, для всего человечества, да, и независимо от культуры, времени и места. А вот если мы вот, сон, возьмем Маугли, да, то есть человек, человеческое существо, биологическое существо, выросшее вне культуры, насколько в нем будут архетипы? да, 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 и в нем тоже этот архетип будет проявляться, да, опять, архетип надо отличать от архетипического образа, да, потому что он говорил про то, что архетип никак там, ну, буквально мы не уловим, не ухватим, да, ну, например, архетип матери возьмем, да, Маугли все равно там будет нас тосковать по маме, какой-то, может быть, там у нее будет очень искаженный образ ее, да, но он будет по ним тосковать, она будет ему там сниться периодически, да, приходить как-то к нему, да, и эта мать, да, какой она может быть, да, это не обязательно она будет похожа совсем на ту мать, которая его родила, или, ну, там, не знаю, волчицу, которая его воспитала, да, но это будет некоторые, божественная мать, которая лежит за образом любой матери, как вообще что-то, что порождает жизнь, может быть, ее и забирает, какая великая богиня, например, архетипа ее. Вы проявили различие между архетипом и архетипическим образом, да, я думаю, что не все наши слушатели знают вот эту тонкую границу, вот, если можно, в двух словах поясните ее, пожалуйста. Ну, архетипический образ – это то, что мы видим во сне, да, то есть и это некая индивидуальная копия, да, вот этого архетипического образа, который мы не можем увидеть, он просто прячется всегда, он как бы невысказываемый словами, неописуемый, но неуловимый лежит архетипическим образом, конкретным, да, ну, проще всего здесь, конечно, понимать неуловимую суть божественного, когда существует икон, которые и это все образы, вот, что за этим стоит, оно невозможно выразить, ни словами, чем другим, только подобраться к нему, можно быть более хорошим поэтом, или поэтом похуже, но тоже эта тема, я все время говорю своим студентам, что мы не можем не быть поэтами, в свое время, помните, Майковский написал, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязанным, на самом деле, ты как раз поэтом не можешь не быть, ты можешь быть плохим поэтом и хорошим поэтом, потому что поэзия это как раз отражение религиозного инстинкта, каждый человек считал, что у каждого человека есть религиозность, ошибка религиозности, это тяга к чему-то большему, тяга выйти за свои границы, тяга обнаружить ту самую ноосферу, эта тяга расширит свое сознание, и она тебя все время толкает, то есть это религиозный инстинкт, это инстинкт, он удовлетворяется, он ищет свое удовлетворение, Инк считал, что современным человеком, его современнику, сейчас ситуация мало изменилась, мало что может помочь в этом религиозном поиске, потому что религии основные как будто умерли, ну по крайней мере в европейском сознании, да, а религиозность не осталась. Вот вы упомянули, что архетипы это универсальные истории, но с другой стороны вот обратимся мы к опыту какой-нибудь древней цивилизации, например, индийской, или мы не так давно записали подкаст про Древний Египет, и, конечно, там будет огромное количество образов. Насколько это проявление одного и того же просто как бы по-разному визуализированное, по-разному описанное, по-разному представленное в зависимости просто от того, где человек, ну скажем так, жил, может быть, даже от климатических условий? Конечно, да, проявление одного и того же, и Юнг интересовался и Древним Египтом, и индийской культурой, да, ну, в тот момент было намного меньше источников, чем сейчас, да, я читаю, когда лекции Юнга по восточной филологии, как бы, да, восточной, ну, конечно, видно, что в источнике очень недостаточно для этих анализов, но, тем не менее, он всем этим интересовался, как раз считал, что всего это единый источник, да, и это просто разные отражения единого. Но, опять, здесь было бы печально, если бы мы все ушвалили в одну кучу, потому что, с одной стороны, все очень полезно сравнивать и понимать, только так мы расшифровываем даже отдельную культуру, тот же Розетский камень нам помог расшифровать египетские иероглифы, когда мы там отладываем одну культуру, один язык на другой, да, и помогает нам понять ее. Но, с другой стороны, очень важно сохранить эту индивидуальность культуры, потому что каждая культура это очень интересная, интересное отражение этого единства, да, кому-то может помочь быть близко одно отражение, кому-то другое, ну, и если говорить о духовных путешествиях, которые очень полезны предпринимать, да, то, ну, один человек найдет отражение в своих образах в египетской культуре, другой в индийской, третий, там, в тибетской. Хорошо, что они такие разные, да, не только то, что в них есть что-то общее. То есть, вопрос тогда такой, условно говоря, будучи знакомым с открытием Юнга, можем ли мы с нашим европейским все равно умом, да, как-то глубже понять, ну, тот же самый Древний Египет или ту же самую Древнюю Индию или Китай, то есть, насколько это способ такой дешифровки тех традиций? Давайте еще раз. Что мы хотим дешифровать? Какую-то древнюю культуру? Ну, вот мы, не знаю, оказывается, человек внутри индуистского храма. Там десятки, сотни изображений или скульптурных композиций, связанных с божествами. Там, вот, будучи вооруженным знаниями, которые оставил Юнг, можем ли мы увидеть за этими во многом мифологическими образами что-то, что будет понятно нам как, ну, как все равно представителям европейского менталитета? Давайте отделим знания от знаний, да, то есть, Юнг все же говорил про то, что нет никаких юнгианцев, да, нет никого специального юнгианского учения, да, что каждый должен пройти свой путь, свой путь, да, вот, понимание своего бессознательного. Более того, он даже предлагал юнгианским психологам для каждого клиента придумывать свою психологию, да, не опираться на ту, которая есть, а придумывать свою, да, потому что каждая все равно очень индивидуально, да, индивидуальный подход искать. каждый человек должен заниматься своим духовным поиском, он может помогать психологам, могут помогать какие-то открытия юнга, да, вот, но ведь основной метод юнга, да, внимания культуры, он называется амплификация, что такое амплификация, да, это значит расширение, ну, мне приснился какой-то сон, да, приснился там образ змеи, чего-то я знаю про змею, да, но знаю довольно мало, да, но вот если мне приснился змея, или она навязчиво мне снится, да, мне надо все про змею знать, особенно их мифологическое значение, в этом метод юнга, да, тогда, может быть, мне надо там понять, что такое змея в индийской культуре, да, какое она там значение имеет, что такое наги, да, какое-то пространство они занимают, и это все мне очень поможет, да, если мне змея не снятся, ну, зачем мне этим интересоваться, да, то есть это должно быть очень живым опытом, живым опытом, если в каких-то состояниях сознания, да, измененных вы превращаетесь в змею, да, тогда вам очень важно с одной стороны понять многое про змея, с другой стороны вы там внутри довольно много понимаете, вот, то есть это важен опыт, то есть не просто знание, опыт, и Юнг считал, что вот опыт во сне, да, он самый существенный, правда, или опыт в активном воображении, который с ним происходил в Красной книге, самый существенный, поэтому, вот, как эти духовные путешествия совершать, это один из самых интересных вопросов, да, конечно, очень хорошо, например, в той же, в тех же пирамидах оказаться с человеком, который разбирается довольно глубоко, погружение ваше будет, конечно, значимым, там слышал про то, что в этих египетских пирамидах довольно есть существа, которые имеют какие-то, соответственно, опять свои посвящения, знания, и это все пересекается, и человек, который, с одной стороны, хранитель этих храмов каких-то, в одном из городов египетских, больших, возрушенных, ну, и сохранившихся, а с другой стороны он Суфи, а с третьей стороны его няней была, англичанка, которая в какой-то момент вспомнил всю свою прошлую жизнь в Египте и помогла открыть храмы и все остальное. Конечно, когда вы, наверное, будете общаться с таким человеком, ваше погружение в культуру будет очень интересным. Если вы просто поверхностно посмотрите, это мало вас затронет. потому что в храме мало посмотреть его, в нем должно какое-то действие происходить, которое значимо вас затронет. Хотя, опять, какого-то человека образ может так задеть, что стать его образом. Поэтому поход в храм мы можем тоже использовать как анимацию. Что такое анимация? оживление души. Вот сходите в храм, допустим, индуистский, увидите там какое-то божество, а потом начнут к вам в сновидениях приходить разговаривать с вами. Это было бы самое ценное. поэтому понять просто все невозможно, как мы уже говорили. Важно понять, как боги сейчас разговаривают с тобой. Они с тобой все время разговаривают, просто ты не слышишь этого, для тебя это закрыто. Есть чудесный фильм, я очень его люблю, довольно свежий, «Два папы», когда один папа римский, Хопкинс играет, старый, немецкий папа. У него распутывают все эти скандалы связанные с христианской церковью. А второй папа такой прогрессивный очень, аргентинский, нынешний папа. И вот один другого меняет. Второй – иезуит, а первый более обычный. И вот этот папа отдает ему свой полномочий, потому что говорит, «Я не люблю все, что ты делаешь, с тобой не согласен, но с тобой Бог разговаривает, со мной нет». И вот это важно. Это самое главное. И он говорил, в чем задача психолога? Помочь человеку снова восстановить этот мост. Мост с божественным голосом, который для того, чтобы Юнга не заклевали, он называл самостью. По сути, в Красной книге он использует термин «самость», и говорит прямо о Боге, о голосе Бога. Пришел ко мне дух, пришла ко мне душа. И он имеет в виду даже не личную какую-то свою душу, а скорее мировую душу, с ним разговаривать. И вот если этот мост восстановить, то это самое существенное для утворения религиозного инстинкта, для человеческой потребности, для спасения земли с точки зрения всех экологических и прочих проблем. Так я примерно видел это все. Все остальное я считал неважным. Мы уже много раз упомянули эту самую красную книгу, вот я ее как раз в руках держу, такое прям существенное издание. Честно могу сказать, я очень много какие книги читал в жизни из разных традиций, но вот красная книга, ну скажем так, одна из самых труднопонимаемых. Поэтому вопрос, о чем она, про что здесь Юнг, потому что когда читаешь, возникает некое ощущение, что это такой поток сознания человека, который куда-то очень-очень-очень-очень-очень-очень глубоко сходил, и вот он как бы выписывает то, что он оттуда зачерпнул. Так ли это? Что это? И почему Юнг говорил, что это центральная его работа? Красная книга это размышления над непосредственным визионерским опытом, который был у Юнга в течение двух лет. И произошло это, да, для нас это очень значимо, да, ровно началось немного раньше Второй мировой войны и продолжался первые два года мировой войны. Самый кризис европейский, который можно придумать, да, и для нас сейчас это очень актуально, да, то есть вот то, что разворачивается, да, тот кризис, в который попала Россия, вся Восточная Европа, мы могли бы сейчас сказать, да, это, конечно, очень напоминает, да, и возможно мы в таком же находимся точке, там, вернувшись в нее через много лет. И конечно, почему, да, в этот момент с Юнгом начало разговаривать его бессознательно, какой у него был к этому талант особая тема, да, важно понять, что, конечно, Юнг был совершенно особенным человеком, то есть то, что называется лизионером, в свое время у меня была такая странная идея, я ходил в Москве на выставку Блейка, да, и вот там полку Блейка представили книжную, я обратил внимание, что на ней все те же книжки, которые были у Юнга, только, ну, естественно, Блейк был намного раньше Юнга, и я подумал, насколько, может быть, Юнг является реинкарнацией Блейка, потому что, ну, Блейк был абсолютно лизионером, наверное, многие смотрели фильм «Мертвец», где индиец помогает главному герою, которого Джонни Депп играет, считает, что это Блейк, тот самый Блейк, который написал такие потрясающие стихи, вот, и, и, конечно, такие люди родятся редко, да, вот, фактически, да, с Юнгом действительно начал разговорить дух времени, и он так и переживал, и дальше описывал, и так как он все же, да, Юнг в этот момент находится вне какой-то духовной, религиозной традиции, да, он не готов к таким видениям, да, и он буквально находит сам собственный путь, да, общения вот самостью с этим голосом, с этими видениями, иногда они чуть более поверхностные, иногда они очень глубоки, да, по содержанию своему, да, буквально ритуалы, которые проходят его душа, очень яркий ритуал, когда он общается с Ильей и Соломей, и в результате, да, он там занимает позицию Христа практически, да, он вынужден, да, он не хочет его делать, да, как будто с ним это происходит само в его видениях, да, змея его оплетает, да, и он превращается в такую удивительную фигуру, да, битую змею и вися на кресте, и в этот момент Соломей прозревает, и Илья превращается в абсолютный свет, да, великая мистерия, да, и что здесь происходит, да, насколько она происходит специально для Юнга, или одновременно она происходит для спасения человечества, сказать довольно сложно, в принципе, да, вот с такой дальше мистерией Юнга мог вполне выйти пророком, собирающим собственную религию, да, и многие так и обвиняют Юнга, что по сути юнгянство это такая секта, которая очень специфическая притворяющаяся психотерапия, но Юнг очень четко устоял на этом позиции, не создав новую религию, да, оставшись психологом, так же, как он не стал художником, да, хотя Красная книга вся оформлена его картинами, да, и также Юнг пишет про это искушение, когда, знаешь, пациент говорил, ну вы же такой великий художник, давайте рисуйте и дарите миру свои работы, да, нет, нет, я все-таки психолог, поэтому психологически идентичный была вообще важна для Юнга, и это, конечно, очень много дало миру, да, потому что оставшись одной ногой как бы рациональности или в науке по тексте таком очень рациональным, ясным, четком в какой-то момент, да, и с другой ногой или рукой там, да, дотрагиваясь до сакрального опыта, да, Юнг вот этот мостик и пытался передать, и, конечно, очень сложный текст, потому что Юнг не предполагал, что он будет публиковаться, он не писал для читателя, он писал это для себя, и самых близких людей, их было буквально считано единицы, которые видели Красную книгу до того, как Юнг умер, потом он оставил завещание, чтобы ее не открывали, и все-таки ее открыли, настояли на этом, и это, конечно, огромный дар для всех, да, через много лет уже после смерти Юнг, и совсем недавно, да, она нам стала открыта. Есть черные тетради, которые, опять, рекомендую почитать, которые являются уже чистым лизионерским опытом для этого размышлений, которые часто, может быть, нас вводят немножко от сути самого переживания, черные тетради более ясные. Это вот прям такой именно опыт видений, визионерский опыт общения с каким-то большим миром, да. Современные люди, могут ли они прикоснуться к такому опыту? Иногда, да, без использования каких-то специальных средств, да, просто вот человек такой обрушивается, да, и ему кажется, что он сходит с ума, как и Юнг, в Красной книге периодически ему кажется, что он сходит с ума, вот, но тем не менее, да, это божественное безумие, это не безумие обычное, да, это божественное безумие, и вот Юнг, современный человек может это видеть, да, ну, а опять доступные нам сейчас возможности различных церемоний, эксперименты, которые там тот же Гроф проводил в 70-х годах, и которые сейчас начинают все более доступными, открытыми, да, они, да, воспроизводят в чем-то очень близкий опыт, и на Юнга здесь легко опираться, поэтому не случайно, конечно, в 70-е годы, да, все трансперсональные движения, и тот же Станислав Гроф, они опирались именно на работу Юнга, да, потому что Юнг просто был первым, кто настолько смог погрузиться в этот опыт и описать его языком, достаточно адекватным, очень вменяемым, а потом построить на этом уже всю юнгианскую психологию, так это все развивалось. И вот... Даже я долго говорю, надо более короткими кусочками. Нет, все отлично. И вот один из разделов этой самой красной книги, это «Семь наставлений мертвым», и если я не ошибаюсь, когда у Юнга спросили, как бы, переписали ли бы какие-то там свои работы, он сказал, вот многие бы переписали, но вот в «Семь наставлениях мертвых» и, по-моему, еще в одной книжке, по-моему, «Ответы Иову», он сказал, там бы не изменил ничего. И вот «Семь наставлений мертвым» это прям опыт общения с чем, с кем, как это происходило, потому что он описывает явно сильно измененное состояние сознания. Очень сильно, да. Я бы, знаете, с вами не ходил бы туда. Потому что, мне кажется, это совсем такая продвинутая тема. Джеймс Хиллман как раз написал сейчас, я еще не прочел даже эту книгу, вот, где он разбирает именно эту тему Юнга. Это последнее, что Хиллман вообще написал. Он сам был уже на «Парагу смерти», сомневался, и написал эту работу. Одна из самых сложных тем в юнгианстве, которую, вот неподготовленному человеку я бы сразу не рекомендовал даже заходить. Настолько она трудная, сложная. Да, Юнг видел мысль, что в каком-то плане он помогает этим мертвым душам обрести успокоение, найти пристанище, что они продолжают искать божественное, успокаиваются, им надо помогать, и что этот диалог с умершими душами очень значим. То есть, вот Юнг первую работу писал как раз, критические сеансы, и она была весьма научной. Судя по этим дальнейшим книжкам, да, разговоры с мертвецами, и как раз явление синхронии в этот момент Юнг раскрыл, да, и там нож ломался, кто-то звонил из дни, и вот духи со всех сторон приходили, к Юнгу это было одно из самых сложных его переживаний, и вот встреча с ними, да, он с ними встречается, описано в Красной книге тоже, но действительно это опыт очень глубоких изменных в состоянии сознания, возможно, он для кого-то будет опорой, да, кто что-то подобное испытывает, потому что мы знаем, в психотерапии такой эффект хороший, да, как работает групповая психотерапия, любая, она работает так, что ты приходишь на группу, слушаешь людей, думаешь, ух ты, вот у людей проблемы, а у меня-то или а у всех такие же проблемы, как у меня, да, вот, ну все, значит, я не такой странный, сумасшедший, потому что самое же главное в этой жизни найти тех, кто тебя понимает, да, хорошая карма, это что такое, это хорошие учителя, вот, и хорошая санха, да, то есть тех, кто тебя понимает, говорили с тобой на одном языке, если ты можешь с кем-то, с кем-нибудь, да, говорить про глубокие вещи, которые волнуют, переживают, это самое важное, и вот, может быть, для кого-то Юнг будет таким собеседником, если у вас происходит вот эта встреча с умершими, каких-то в ваших состояниях сознания, да, вот, опять очень важно, чтобы этот свой такой опыт был, тогда это все будет для вас органичным, понятным, да, близким, вот, люди, которые не переживают такой опыт, ну, я бы с ними про это не разговаривал, потому что это, ну, будет неправильно понято, Юнг все это писал для тех, у кого-то есть такой опыт, да, потому что, ну, фактически, да, мы могли бы говорить, что вся ангенская работа, вся красная книга, такой сталкинг, да, я вот зашел в какие-то зоны очень сложные, да, и я могу вам с вами поделиться, чего я там видел, я, например, не очень могу таким опытом поделиться, у меня другой опыт, я им могу поделиться, а вот разговор с мертвыми это нет. Как все-таки читать эту книгу? Потому что кажется, что ее читать, ну, вот, как обычную, там, не знаю, бизнес-литературу, психологическую литературу, художественную литературу, как ее, кусочками в каком-то... Хороший вопрос. Думаю, что кусочками. Я в свое время вебинар сделал по красной книге такой большой, где я предлагал, брал образы юнга и предлагал слушателям погружаться в них, проживать их. буквально видеть то, что Винка видел, проживать то, чтобы мы могли прикоснуться к этому. Скорее, опять знание может стать знанием, когда вы его пережили внутренне, когда вы его через сердце пропустили, а не когда только прочитали. Лучше бы в это погрузиться, ну, например, представить, есть там встречает юнг серединка в Красной книге из Дубара некоторого великана, который идет как раз с того самого востока, он идет с запада. И вот то, что между ними происходит, он как бы сражает великана со своими западными знаниями. И дальше пытается его спасти. Все, что с ним там происходит, все его открытия, потому что в какой-то момент он не понимает, как такое тяжелое тело может куда-то переправить и перенести, и потом он вдруг понимает, что все символическое, все находится в его сознании, он может поэтому прям полететь вместе с ним и лететь. И вот это же про что все. Если вы, например, не переживали чего-то подобного и таких вопросов не решали внутри себя, то вам покажется какой-то бред просто, ну, зачем все это? А если вы попадали в что-то подобное, то это прям для вас лайфхак такой. Это не что-то если вдруг в таком сильном состоянии столкнувшись с похожей проблемой, а в общем-то лабиринты они часто архетипические все в нашем бессознательном, то вам это очень поможет. Поэтому это в каком-то смысле такой путеводитель по разным мирам внутренним, который полезно использовать именно так. и когда ты знаешь, так это решалось, ну, скажем, возьмем какой-то материал современный, понятно, зритель. Я недавно на вебинаре рассматривал фильм «Начало», всем известный, где там сквозь сны ты проваливаешься, глобжа-глобжа, да, и Нолан, да, в следующем фильме «Интерстейлари», да, там, показал. И вот, ведь, когда дочка главного героя, космонавта, стучится к нему через, как бы, из будущего в прошлое, попадая в настоящее его, это же в некотором смысле такой лайфхак. Если вы в чем-то подобном окажетесь в таком глубоком бэттрипе в цифровом коде, как оказался герой, да, в некоторой черной дыре, вот, и тебе надо решить некую цифровую задачку, то тебе этот образ очень поможет в этот момент. Вот у Юнга таких образов очень много, потому что он прямо решение каждый раз на архоте, что же сделать, да, ну, например, для меня очень интересна тема любви, красные книги разворачивающиеся, потому что один из главных вопросов, который Юнг все время задает женские персонажи, это любишь ли ты меня, и он говорит, там, Соломей приходит, он говорит, как я могу тебя любить, если ты пророку голову отрезан, да, а она ему говорит, ты меня полюбишь, Юнг должен полюбить ее, да, потому что Юнг, как и все мы, люди западные страдаем от изобилия головы, от ведущей мыслительной функции, и нам в каком-то смысле надо ее отрезать, если уж по-честному, да, и нам надо любить того, кто нам ее отрезает, ну, он говорит, происходит процесс именно в том страдании, которое мы выше обсудили в этом, в ритуале, где он там на кресте Соломея и Солью, да, это очень глубокие образы, и это как раз и есть, да, то, как мы можем что-то понимать, да, как мы можем относиться, решать тему любви, да, и в дневном мире, и в мире ночном, в сновидении, в мире образов, который может быть более существенным, чем у нас. Здесь же где-то рядышком тема личного мифа, вот у меня книжка Эдингера, да, миф Юнга для современного человека, а вообще что такое личный миф, каким был личный миф самого Юнга, и, ну, есть ли какие-то рецепты, как свой личный миф попробовать найти? Красивая, красивая история. Я часто, у меня есть такое занятие с студентами, когда я предлагаю написать сказку, ну, странички на три, потом мы ее подробно разбираем, и вот это я и называю личный миф, и там в сказке довольно хорошо он отражается, да, вот если вы попробуете написать свою сказку, вы прямо почувствуете свой личный миф, он там точно отразится, вот, весь трагизм этого героя, его состоятельность, несостоятельность, все это там уже будет вражено, да, вот так может почувствовать свой личный миф, любой писатель нам показывает свой личный миф очень точно, да, мы прямо видим, потому что он пишет, да, когда он пишет про героя, конечно, он пишет про себя, его личный миф, вот, и современный такой подход, который называется нарративная психология, нарративная психотерапия, он подозревается, что часто наш миф может нас очень сильно ограничиваться, да, ну, скажем, мне очень нравится Эдипов миф, который является прекрасным отражением состояния мужчин, да, когда Эдип, ну, попадает в миф, да, в котором, собственно, он вынужден убить своего отца и жениться на собственной матери, вот, там же и подсказка есть в этом мифе, да, в какой момент Эдип освобождается от этого проклятия, да, не может никак освободиться, потому что чем он больше всего делает, тем больше он запутывается в собственном личном мифе, да, тем больше он становится жертвой своего личного мира, и Эдип жертва своего личного мира, в тот момент, когда он выкалывает все глаза, да, он освобождается от этого мифа, Почему? Потому что метафорически мы можем это понимать, как то, что он обретает внутреннее зрение. И по Золиньям в своем фильме царь Эдип очень красиво это показал, когда он показал то, что Эдипсий – прорицатель, который слепой и при этом видит, как устроен мир. И Эдиппу не завидует. Но в тот момент, когда он выкололся глазом, становится тем самым прорицательным интересием, которого видит внутренний мир. То есть, да, для современного мужчины очень часто он обречен на Эдиппов миф, не комплекс даже, а миф. То есть, он обречен на очень жесткое попадание в судьбу. И выйти из нее он может только, если он сменит экстраверсию на интроверсию. Перестанет бороться со своими врагами, а начнет смотреть внутрь себя и понимать, что там внутри происходит. Тогда у него есть шанс выбраться из мифа и создать, стать конструктором собственных мифов. Играть с этим мифом. Это самое важное. Поэтому интересно уделить много внимания мифу. Я думаю, что ингенская психология именно про личный миф, про понимание этого мифа, выход за пределы мифа. Был бы ли у Юнга собственный миф? Ну, видимо, у Юнга много было мифов. Конечно, он считал себя внучатым племянником Гёте, да, и таким современным алхимиком в каком-то смысле. И Юнг, конечно, искал кризис, выход из религиозного кризиса европейской культуры. И, на мой взгляд, в каком-то смысле его нашёл. Продолжил свой вариант выхода из этого кризиса религиозного. Вот это ключевая миссия и миф Юнга была, которая отразилась в том фрагменте Красной книги, который мы обсутили, когда, собственно, он вынужден спасать Соломею от слепоты, в некотором смысле душа мира, которая прозревает благодаря страданиям Юнга на этом кресте, соединению его со змеёй, и освобождению света в Илье. Вот в каком-то смысле это. Коротко я бы сказал, что этот ритуал описан, почему я сразу про него рассказал, как-то я всегда студентам говорю, нам с вами надо самое важное поговорить, потому что не факт же, что мы снова встретимся, потому что жизнь очень короткая, или вы, или я, мы же просто уже в других мировах здесь. Это я самую важную сразу расскажу на первом занятии. И, соответственно, да, вот это самое важное, да, это и есть миф Юнга в каком-то очень короткой, образной форме. Вот слушаю вас, до этого читал что-то из Юнга, и вот прям, знаете, возникает такое ощущение, что вот есть человек, да, вот он как-то по жизни идёт, он с чем-то огромным таким связан, оттуда к нему периодически что-то вливается, выливается обратно, и как будто бы в нашу жизнь прям включаются какие-то силы, про которые мы, ну, довольно часто вообще ничего не знаем. Вот так ли это выглядит? Потому что вот то, как вы описываете архетипы, то, как вы описываете миф, это, ну, очень сильно похоже на более древних культурах, на описание богов. Или, например... Да-да-да, так и есть, конечно, так и есть. Совершенно верно. То есть, контакт с архетипом, это примерно то же самое, что, ну, раньше, наверное, люди бы описали как контакт с богом или каким-то конкретным божеством. Конечно, да, конечно. потому что Юнг старался избегать, да, так как он не хотел, да, быть пророком новой религии или, не знаю, теологом, да, и спорить в этом поле, да, то он, а ему очень важно было, да, остаться психологом, но при этом, да, расширить психологию, интегрировать в нее эти темы, да. У меня психология, которая не разговаривает о богах, это, ну, очень частичная, маленькая психология, не очень интересная, да, конечно, да, именно так, да, там, и если мы попадаем в пространство, да, где, там, разного уровня боги с нами говорят, то там мало нам не покажется ни опыта, ни переживаний, да, и действительно, это силы, и один из ключевых же вопросов, да, это сколько сознания мы можем выдержать. Почему, да, мы же затронули эту тему, да, что человек сужает себя, да, гаджеты такого маленького, суженного какого-то сознания, в котором он в основном живет и страдает. страдания именно связаны с тем, что он не хочет проснуться из этого ограниченного пространства, но одновременно, да, почему он не расширяет свое сознание? Потому что страшно, да, потому что ему кажется, что он не выдержит этот опыт. Часто я говорю про то, что вы не выдержите какой-то опыт, потому что вы себя умельчаете, все время думаете, что сердце ваше не выдержит, потому что это человеческое сердце, но сердце, оно у вас космическое, она столько всего уже выдерживала и будет выдерживать. Те же самое с сознанием. Есть страх, кстати, с ума, но, скорее всего, вы просто расширите так сознание, что, конечно, оно выдержит, потому что оно всё в себе и содержит. Это, кстати, центральная мысль, как я понял, Эдингера, что смысл жизни человека в расширении сознания, в развитии сознания. Да, да. Одна из интересных вещей, что много интересных терминов, полезных. Вот, например, сопротивление – термин, когда человек сопротивляется анализу. Я считал, что человек какую-то тайну не хочет раскопать, с чем болезненно встретиться в своей психике. Ну, а для меня термин сопротивления скорее сопротивление божественное. Человек боится не он сам, а его эго всё время боится собственной гибели, и поэтому всячески сопротивляется расширению сознания. Вы интересную штуку упомянули про то, что вся самая интересная психология на Востоке. И это, ну, скажем так, удивительно слышать от юнгянца. Мы, наверное, сейчас уже не успеем. Да, 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 совершенно верно. В какой-то момент я читал доклад про юнгу и йогу, да, есть такая работа «Йога и Запад» у юнга, где он говорит, что кесаре кесарево, да, вот, то есть, европейскому человеку, европейская культура, а восточному – восточную. Если вы не родились на Востоке, то вы её не поймёте. Ну, это же противоречит всей его идее и архетипе. И я думаю, что просто связано уже с ограничениями самого юнга. Мы хорошо знаем, что юнг, когда путешествовал по Индии, очень боялся встретиться с каким-нибудь гуру. Почему? Потому что, например, у юнга было такое видение, в котором вдруг он осознал, что он продукт медитации некоторого индийского гуру. И он очень испугался, потому что, помните, это переживание. То ли я бабочка, который кажется, что он философ, или я философ, который он кажется, что он бабочка. Это правда страшно. И вот юнг поэтому не ходил далеко на Восток. Хотя понимал, что там намного больше. Но смысл нам погружаться в европейскую алхимию и как-то развивать с учимом юнгом был очень увлечён. Если у нас есть прямой доступ, не знаю, к тибетским учителям и текстом, которые настолько яснее, прозрачнее, ближе, путаться в алхимии, которая всё равно является вторичной и пришедшей с Востока назад. Моё видение такое. то есть я здесь с юнгом просто глубоко не согласен. А юнг со мной не согласился, скорее всего, в этом взгляде. Но мы в разное время живём. Я говорю, что для юнга не были открыты те темы, которые открыты у нас. Ещё во времена юнга не было такой ситуации, что ты вот можешь забить в интернете, тебе даже уже тот искусственный интеллект, не говоря о последнем, выдаст такие тексты духовные, до которых юнг даже добраться не мог. Например, известная история, что юнг в своё время вместе с институтом юнга и спонсорами купили один из свитков Мёртвого моря, насколько я помню. То есть Кумранский это свитка или там на Мхамаде я не помню точно, но купили. Почему? Потому что, ну, конечно, вот эта терма в тибетской терминологии, когда раскрывается знаете, историю про терма, когда учитель в какой-то момент понимает, что времена не очень хорошие, поэтому учения надо спрятать. И вот он какие-то тексты берёт, упаковывает и кладёт в какой-то пещере. А через лет 300 приходит в видениях другому какому-то продвинутому ученику и говорит, тебе надо пойти туда и раскопать. И вся деревня в Тибете идёт, находит пещеру и правда там лежат эти тексты. Вот эта терма. И вот эти рукописи, которые нашли в потрясающее время, в ровно в 1945 году на территории близких к Израилю, вот обнаружились вдруг эти рукописи все, которые же и христианство невероятно обогащают вообще всю духовность. для Юнга это было очень важно открыть. Но опять Юнг не имел доступа к тем текстам, которые мы сейчас имеем. Да и учителей тоже. Благодаря как-то «Нет худо без добра» это была совершенно ужасная трагедия разрушения тибетской культуры во времена культурной революции китайской. Но одновременно благодаря этому огромное количество потрясающих учителей переехало на Запад и у нас была возможность с ней встречаться когда-то получается прямое обучение. Оно замечательно накладывается на все, что я говорю. Никак этому не противоречит. Соединение здесь Востока и Запада это как раз задача современных психологов. Мы не можем идти по тому пути, который Юнг нам предлагал разрабатывать этот специфический западник. Потому что это не архетипично и не интегрально. А вот тогда на что бы вы посмотрели на Востоке или на что вы советовали бы посмотреть на Востоке? На какие системы школы учения может быть конкретных авторов? Я думаю, что сейчас нам доступно из-за того, что самым прямым путем является традиция. Это, конечно, собственно, тибетский буддизм вис, потому что он живой, еще много учителей. Возьмем Мингюра Римпача уже вот он прекрасный пример синтеза Запада и Востока. Человек получает полное западное образование, получает тибетское классическое образование, соединяет две эти вещи, и у него очень много западных учеников, прекрасно организовывая система подготовки, поэтому у него, конечно, такое очень поступательное движение к дзакчену, но все равно оно есть. Мне просто повезло, что я еще застал на франере Римпачи, который еще больше сейчас всех знаний получил еще в том тибете старом, и потом это все перенес, был очень открытым, своим ученикам выдавал все свои знания, но это очень редко бывает. Но достаточно много из-за этих дзакчен передает очень много в тибетском буддизме. Я смотрел какой-то ретрит, я совершенно правильно, на майском я, 10-го или 12-го мая, в Катмандуре, по прекрасному месте Парпинге, где Самхал как раз учение передавал, в принципе все доступно, да, Дваито-Веданте, конечно, тоже прекрасное учение, и оно изложено и восточными учителями, и западными, уже так прояснено, и конечно такой прямой путь есть, странно им не воспользоваться, во времена Юнга не было такого, вот, поэтому, да, я все время рассказываю про то, что психология, которую я тоже очень люблю, и которой я учился, советская психология, я учился там, да, на работах Леонтьева, Лугоцкого, я говорил про то, что эти авторы же, они жили в советское время, и поэтому вы должны были излагать все очень кривым языком, вот, все шифруя, и чтобы там, через цензуру это все-таки как-то проходило, и что-то можно было делать, да, очень трудные времена были, может, они как-то вернутся, да, но тем не менее, да, вот, они все равно что делали, но когда у тебя есть прямой путь, ты можешь говорить прямым языком, у тебя не надо там шифроваться, то это намного лучше, то же самое здесь, да, поэтому, но, да, в чем проблема часто, да, который занимается терапией, его личные проблемы, они не растворяются в этой духовности, иногда растворяются, да, иногда вот пробудился человек, освободился от всего, да, и на личном уровне, да, и мы это прекрасно видим, да, по его там поведению, да, прежде всего видим это, а другие люди, да, к сожалению, да, их личные комплексы никуда не деваются, и вообще они трудны, и личная жизнь у них как-то совсем разлажена, да, и вот я думаю, что как во многих учениях говорится, что не надо лететь на двух крыльях, вот современному человеку тоже хорошо лететь на двух крыльях, то есть на крыле духовности и крыле психотерапии, юнгянство и Петеракл эти два крыла как-то соединены в одном. То есть получается, вы видите очень много параллелей между тем самым дзокченом тибетским или адвайто и юнгянством? Нет, не так прямо. Я вижу, что это можно объединять, что и так, и другая тема, и там, и там мы говорим об объединении. Уровень, конечно, очень разный. Одно дело разработанные традиции, в которых тексты разработанные практики, учителя, разработанные традиции. А другая дело юнг, который сам практически изобретает велосипед, и это очень интересное изобретение, красивое, а дальше его ученики подхватывают, за ним используют, велосипед его как модернизирует, еще что-то улучшает, но конечно различия есть. Особенно то, что касается методов и практик. Например, мы понимаем, что большинство реформных учений сама сами образы не так важны, как и состояние. важно сознание или присутствие. Это же самое существенное. Тогда для нас намного важнее не антология, а гносиология. То есть, как мы познаем? Вот это важно. Везде самый существенный вопрос, как мы познаем, или кто познает, а не что мы познаем. все-таки у Юнга остается эта тема, несмотря на то, что он говорит о том, что мы везде встречаемся с собой, и все эти архетипы, это в каком-то смысле часть нас, но меньше концентрация на присутствии. Поэтому, конечно, различия существенные есть. Но наша задача все это объединять. так как это пытается сделать, скажем, Кенн и Уилбер, на теоретическом плане. И в последние годы даже на практическом плане довольно неплохо это получается. Я бы еще советовал всем посчитать книжку «Безграничное», где как раз очень красиво Кенн и Уилбер перебрасывает мостик от Юнга к духовным учениям, соединяет. Поэтому Миндл то, что делает, про третьего кита поговорить с Миндл, конечно, добавляет к методу Юнга даотскую тему, добавляет движение, постоянную работу с процессом, такую шаманскую практику, которая очень оживляет психотерапию. Опять мы выходим из головы, из слов в процесс. И профессиональная терапия очень сильно дополняет его гианскую психологию, делает его значимой более живой. А то, что Станислав Граф, это измененное состояние сознания. Потому что тот опыт, который Юнг достиг, ему-то не нужны были дополнительные измененные состояния сознания. Легко оказывался. Для большинства нужен такой опыт. Иначе просто мы будем имитировать то, чего Юнг проживал и про что он говорил на очень вербальном поверхностном уровне. А нам важно это не имитировать, а ощущать. Поэтому все, что описано Графом, все практики, методы и способы, которыми он предлагал заходить, это очень ценно. И это тоже опять обогащает интегральную гианскую психологию. Поэтому я бы обязательно дополнил Юнга вот этими тремя фигурами. И каждый из них, конечно, опирается и на мудрость Востока, и на мудрость Запада. Раскрывая руки, пытаясь зацепиться за что-то отзыв. Финальный вопрос. Он практически всегда у нас одинаковый в конце подкаста. вот каким вы в идеале видели бы развитие духовных практик, стыка духовности и психологии в будущем? Что это будет? Подключимся ли мы все к искусственному интеллекту? Будут ли у нас гаджеты, которые нас будут сканировать и выдавать какие-то рецепты? Будут ли какие-то натропы? Словно говоря, вот мы сейчас улетели с вами на 50 или 100 лет вперед. Как вы думаете, во что это все превратится или в идеале бы превратилось? Да. Вот все, что вы сказали, ну, может быть, опять, я как человек с развитой интуиции слишком оптимистичен, да, и мой прогноз быстрый. Ну, конечно, я верю именно в это. Конечно, нас ждет эра ноутропов, да, конечно, 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 нас полная революция в этой сфере будет, мы вернемся, скорее всего, в 70-е, так или иначе, вот, и то, что тогда закрыли, откроется, вот, в психологии все больше будет соединяться с неизбежной психотерапией с восточными практиками, это происходит и просто это еще усилится, вот, искусственный интеллект сделает вот это понимание того, что мир, в принципе, виртуален и классическую буддистскую историю про то, что мы наблюдаем только собственную иллюзию и мы находимся всегда в собственном уме, и это станет очевиднее, да, поэтому нас ждет очень интересное время, да, и мне даже сейчас оно очень интересно, да, если мы вырвемся из сансары, не будем так сильно западать в навязываемую нам все время матрицу буквальности, да, расщеплений, сражений, паранойи непрерывной, да, самое же ужасное, да, это иметь опыт соединений с паранойей, да, потому что ничего хуже нет, запасть в паранойю, надо с нее ходить, да, и, ну, видите, я думаю, что такие тектонические сдвиги, да, которые происходят в сознании сейчас, они, конечно, тащат огромное количество тени, да, одновременно, да, будет и прогресс, и регресс, во времен будет колебания всего этого, для большинства людей, которые еще не успели расширить свое сознание, это будет восприниматься очень тяжело, да, вот, и нам надо иметь огромное количество страданий для большинства людей, да, это тоже тема, которая очень важна развивать, да, и здесь мы будем опять соединять настоящую психотерапию, да, потому что Юн Коч интересовался всегда традиционными практиками, да, психотерапии, да, и ездил поэтому там к разным, изучал разные культуры, да, но сейчас мы увидим все большую интеграцию этого, и я надеюсь, что все меньше будет людей, которые будут игнорироваться из какого-то своих заблуждений, да, и все больше тех, кто будет это понимать, вот. Ну, времена, они же, они непростые, очень интересные, но очень непростые. Станислав, огромное спасибо за, мне кажется, потрясающий просто разговор, мы много что не успели. Да, захотим, еще пообщаемся, спасибо вам, интересно было. Отлично, спасибо большое, друзья, встретимся в следующих выпусках «Носферы». До свидания. Да, всего доброго, до свидания. «Носферы» 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 «Носферы»»